Здорово, бандиты. Блин, такая погодка была, просто гелик идеальная. С вами Костя и я, продолжаем играть на смотре Rage, GTA 5, всё как всегда. Сегодня как вы поняли по названию ролика, мы посмотрим все модельки, которые на момент ОБТ присутствуют на данном сервере. Присутствует их немалое количество в хорошем качестве. Половины, конечно, уже увидел, но вам надо рассказать, так что присаживайтесь поудобнее, готовьте чайок, и мы начинаем. Этот гелик мне ещё с прошлого видоса. Не смотрите, что я хокотаю без худа, потому что вот такой у меня баг, вы видите, получился, что у меня дохуд на половину экрана, там надо, короче, перезаходить, вот это всё. У меня длин, во-первых, во-вторых, возможно, ещё не смогу зайти, но, короче, я думаю, вы понимаете, вот я просто скрою, скрою они. Короче, давайте выйдем. Есть у нас автосалоны, я так заметил, BMW, Mercedes, гигантов, можно сказать. Вот BMW, ниже Mercedes, мультибрендовый, российский, элитный, всё, больше нет. Но потом будут, мне кажется. Ауди, не ауди, японки, не японки. Вот это всё. Так, это кто у нас? Это Феликс, это, короче, третья смотра, это АСИ-4, только что был ВУД, если ты смотришь второй октябрь, привет. Короче, за счетами мы смотрим на автосалон BMW. Итак, встречает на C38. Вы не удивляйтесь, что у меня там тачка на половину экрана, вот эта скорость, вот это всё, оно должно быть в правом нижнем углу, а слева стрелочка тоже в левом нижнем углу, и посередине плюс-минус Е38. Это из-за того, что у меня худ сместился из-за этого. Такая вот дичь. Е38 вполне идеальная вообще модель. Не, моделька вообще в GTA 5 мне все нравятся на любом проекте. Даже вот подсветка сделана, даже подсветка кнопочек сделана, чтобы угонить. Хорошо. Как там говорили, хорошо они заплатили моделеру. Вот, дальше Е34. Е34 тоже ещё старая, тоже стайлинговая, потому что ноздри маленькие, поворотненькие, просто всё идеально. Чё я могу? Я просто буду называть тачки, крутить, М2. Да, мне интересно, если они сделать ещё опускание стёкол, опускание крыши, это будет вообще сок. М3Ф80. А, это это, всё понял. Вот трёшка, ну смотри, она смотрится не до лука. А здесь она прям вообще классная, жопа вообще прям всасная из морды. Вот эту м3 я бы купил здесь, она прям смотрится офигенно. Е30. Ну, Е30 меня ещё, на смотри, задолбало. С этим лимиткой. Мне протекстурено вообще офигенно. Е30Ф90. Вот, Competition. Салон мы не посмотрим, я так понимаю. Можно, конечно, ещё тест-драйв, но если вы понимаете, если я буду проводить на каждую тачку тест-драйв, насколько затянется просто этот видос. Будет прикольно, если будет экономика плюс-минус такая, как в МТА, и цены такие же. И, там, В90 за 7, Е60 за 3.5. Не, ну, Е60 вообще тоже чётко. Вот эта линза, всякие полосочки. Даже по цветкам номера, там написано смотр РАИЧ. Выйду я на гелик, посмотрите. Так, М8, Competition. В 8 тоже чётко сделаны фары, прикольно сделаны вот эти. Ладно, мне интересно, на Мерседесе ещё сделаны фары, как по типу жизни сначала синими, потом т.д. и т.п. Ну, в принципе, весь автопарк БМВА, Мерседес, который на смоторе, не перенесли. Даже подсветка в салоне, вот смотрите, какая голубая, просто красивая. X5 тоже неплох. И на тачке все неплохие. Е53 старенький. Хорош. И Е70. Не, вот Е70 прям, я увидел его, но прям пушка. Вот, прям идеальная моделька. Ещё что-то фары не отрегулированное, что-то просто долбит вот этим дальним своим. В принципе, весь автосалон БМВА, всё, закончен. Отменить покупку. Летим так, вот это всё, закрываем, каталог уже не будет. В принципе, чё. Вот мы выходим... А, кстати, вы видели тоже через стекло, что он был поднят? А, нет, не поднят. Ну ладно, вот цвет, вот и гташные цвета просто идеально, не переливается. Вот он, видите, сейчас я вижу первое лицо в рублю. Вот там написано, смотря речь. Номера, конечно, тоже такие, но потом будет это всё поправляться. Добавят русские, белорусские, украинские номера. Загружаем настройки чип-тюнинга. Надеюсь, эта панелька не будет всегда гореть. Если будет, мне придётся перезайти. И всё, теперь сейчас будет нормально. Худ, всё в своих местах. Заходим в автосалон Берседес Бенц. Ешка 212. Вот такая вот. Просто, просто идеал. Сразу же в антихроме. Вот это, там всё, как вы видите, щелики чёрные, решётка чёрная. Ну, просто пушка. Как мне сказали, это сделал агрессор вроде все эти моделики. Не, ну, с нуля, ну, вообще, красавчик. Модельки топ. Просто топ. Кто поспорит, что эти модельки херовые. Вот Сэшка 204, да? Вот посмотри, какая она офигенная. Испойните, какая она, смотри, просто кал. Полнейшая. Я даже не ставил сюда другие диски. Вот стандартный, прям тоже топ. GTS AMG. Вот такой вот здесь. Вот эту полосу бы убрать, если честно. Потому что она бесит. Типа, вот эту полосу, вот эту. Это, конечно, GTS, там какая-то, я не помню, как она называется. Что он серый и жёлтый полос. Вот эта, вот эта дичь. Серьезно, не знаю, мне не нравится. Колхоз, как по мне. Кабан 140-й. Просто легенда. Нормально только на моноблоках. Почему нету их. Вот. Потом 210-й. Есть. Вот обидно, что E34 есть, а 124-го нету. И 222-й. Тоже и делал. Вот. Видите, фары не загораются. В принципе, всё по лотосалонам РСДС. Ну, в принципе, они сделали, что очень много. В принципе, все автомобили из МТАшки, они перенесли сюда. РС-6. Так, я чувствую, что ещё в 90-е. Что-то, пацаны, я в 90-е, чтобы оно покупали. Бред какой-то. Всё, уезжаем просто вот. Вот чисто, да? А, кстати, работает вот глазки. Ближний. И, да, они там, видите, вот по земле отражения. Вот, смотрите. Вот так. И так. И дальше. Они светят более вбок. А чё? Как я любитель. Так. Дайте поставить точку, например, на это. Что у нас? Элитных авто, да? Поехали в элитку, а потом поедем. Нет, давайте поедем сначала. Чё там смешанных, да? Вот, мультибрендовые. Потом автоваз возле него. А потом уже, ну, чтобы наконец, чтобы досмотреть роли до конца. Вид от первого лица. Как там говорили, вон. Что-то, что-то. Вот там слева, типа ручник. А вот внизу, видите, на ручник горит. Потом, если пристегнулись. Пристегнулись, ничего не горит. Фары, вот видите, возле ПНД, вот типа вот этой автоматической коробки на спидометре. Вот там фары ближней и дальней загорелись. Ещё поворотники. Поворотники вверху, по идее, да? Вон там внизу, блин. Как вам показать? Вон там, видите? Вон там поворотники. И как они просто мигают сверху, вот это на капоте. Просто идеал. Так, бацаны, мы подъезжаем к мультибрендовым. Сразу вижу, что здесь стоит. Супра и Lexus. По кайфу. Просто на гелике, как мудила. Просто паркуемся. Ромально, на гелике не можно. Нет. Да, не с этой стороны. Вот так. Ну сок, просто сок. Заходим. Ананас, вайсерок. Да. Автосалон мультибрендовый. Я не видел, если честно, что-то здесь ещё есть. Lexus. Не, ну модельки просто не могу. Идеал, просто идеал. Такой вот Lexus. И диски стандартные. Можно брать стандартными дисками, просто спокойно ездить. Lancer. Но они сделали по типу, как в МТА. Сначала сразу затюнинные автомобили. А потом, когда добавят тюнинг, сделать из них обычный стоковый. Но это вот это. Забыл, как они называются. Вот эти жабры, не жабры. Блин. Забыл, как они называются. Но они не очень смотрятся. 35-й геттер. Вот 35-й геттер это идеал. Надо на него накопить. Поворотники, не поворотники. Если вырубить, можно их вырубить? Нельзя. Салон там всё. Вот и рэпэйры. Нормально. Audi R8 4S. Сделано нормально со спойлером. Потому что, на смотри, без спойлера это рестайлинг. Потому что у неё такая вот максимально странная решётка. Но сзади она нормальная. Вот. Дальше. Range Rover Sport SVR. Тоже неплохо сделан. Неплохо, неплохо. Потом Audi RS6. C6. А почему здесь C6? Это она вроде как C7. Она вроде как C7, а не C6. Короче, пацаны. Я посмотрел Audi C7. Вот это. А C6 это предыдущее поколение. Но сказали пацаны из группы, что... Нет, это C6. Агрессор сказал. То есть, знаете модельки, что это C6. C6, пацаны. Audi C6, конечно. C6 вообще не такая. Вы чего-нибудь это предыдущее поколение. Я понял. Ладно. Идём дальше. Camry XV55. 55 Camry. В принципе, посмотрите, как в решётку интегрирован номер. Прям идеально. И вообще суппорта. Там тормозные диски. И модельки просто бомба. Просто бомба. Просто бомба. S2000. Думал японский, не японский. Отдельно будет, не отдельно. Такое. Так. Что там дальше? S15 Стива. Чего-то сразу на него... Номер будем бешать. Спорить какой-то повыше. Не то, что на смотри. В М2. Так. Супра. Супра, Супра, Супра. В принципе, прикольная. Что нам весит. Красивая Супра. Так. Марк 2. Марк 2. Марк 2. Слотый. Марк 2. Марковник. Что прикольный. Только он сзади какой-то не более такой круглый, как он в жизни. Более такой квадратный сделанный. Так. А7 РС. А7 РС. Все. Ничего себе. Салон АвтоВАЗ. Ничего себе. Они здесь сделали. Лада. Ничего себе. Вот это балдеж. Полдеж. Так. Заходим в автоСолон. Номера будут? Как нас в МТА. Там номер чисто написан. Я понял. Балдеж. Заходим в автоСолон российских хамб. И как минимум 4 авто будет здесь. Семерка, копейка, приора и все, наверное. А пятерка. А ну и в принципе все тачки с МТА, кроме НИВЫ. Копейка. Капец она прорисована. Просто копейка. Либо здесь просто текстуры темные. И кажется, что тачка антихром. Либо они врили такие бампера черные. Не, копейка нормально. Тройка. Да, хотя бы тройка. Это тройка. Если кто не знает, то те, чьи тройка, это шестерки. Во-первых, шестерки не такие фары, как в тройке. В тройке вот на две секции они разделены. На шестерки больше. И в тройке вот если решетка заходит вот за крайние фары. Просто за крайний круг вот это. Вот сейчас я вам рублю. А, пятерки шестерки нет. Но там, короче, шестерки максимум, типа, до фар решетка идет. Это пятерка. И жаль, что не семерка. Потому что семерка мне вообще лучше, чем пятерка. Восьмерка. Тоже короткокрылое, не. Мотелька вообще идеал. Просто идеал. Перевора. В таком-то перекрестке они сделали вот этот элитный автосалон, если честно. Так, можно... Кстати, 10 лет назад буду ждать задний вход. О, да. Паркуемся, короче. Все, глушим, находим. О, еще дождь начался, я понял. Автосалоны элитных автосалонов, Chiron, Huracan, Aventador, P1, Continental и ZR1. Почему он элитный? Американские скоро будут автомобили, наверное, в каком-то серии сделают, скорее всего. Chiron двухцветный, кстати. Идеал просто. Не надо будет свиньё опять поражить. McLaren. McLaren. Тоже классный. Вот моделька. Кстати, спойлера у них тоже адаптивные во всех. SVG Aventador. Бомба. Просто бомба. Просто смотришь и радуешься. Вот этот просто Huracan, как будто его CityCard Driving перенесли, потому что такой же карбон. Можно я даже хотя бы одной тачки проведу тест-драйв? Тест-драйв. Тест-драйв. Так, я появился на какой-нибудь трассе. Мне даются 5 минут. Я понял, на Huracan зацепиться не могу. Вот эти шкалы заполняются. Если прикол, ещё бы на смотру добавили ручную коробку передач. Это вообще был полнейший бред был. Кстати, спидометр в салоне. Спидометр, который ход, не синхронизированный. Вот там только 150, а здесь уже 240. Чё едет Huracan? Сейчас посмотрим. 287. В принципе, на Китае 5. Вот это прям очень быстро. 287. ЗР1. Корвет. Такой. На любителя, я бы сказал. В принципе, прикольный. А почему он ЗР1, если он ЗР7? Вроде как. И континенталь. Тоже прикольный, прорисован. Также, посмотри, как кожа прорисована. Это, конечно, идеал. Ну и всё. Всё с тачками покончено. Вроде все автослоны мы посмотрели. На этом всё. Ставьте лайк, если вам понравился данный видос. Пишите в автопарк. Пишите, какие модели вам понравились. Какие вы хотите увидеть на сервере. Ну, с вами был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи. И всем пока. И до сих пор не еще. Всем удачи. И всем пока.